С выпускного бала в военную реальность. 18 июня 41-го Валентина Николаевна Щербакова получила аттестат зрелости, а через 4 дня по радио объявили о нападении Германии на Советский Союз. Ей не было и 18-ти, когда фашисты сомкнули блокадное кольцо вокруг родного Ленинграда. С работой было трудно, рассказывает Валентина Николаевна, но по знакомству ей удалось устроиться монтёром на сортировочную станцию. Весть об освобождении города застала её висящей на столбе, когда молодая девушка, выполняя мужскую работу, чинила динамик. Просто провод один оторвался, и я быстренько его, когда я соединила провод, в это время дежурные менялись. И вот этот дежурный, который пришёл, он по радио услышал, что снята блокад. И я вот хочу уже сходить, а дежурный кричит, девчонки, Ленинград освободили. Почти 900 дней жители блокадного Ленинграда прятались от бомбёжек и делились друг с другом драгоценными кусками хлеба. Клара Евсеевна Полякова рассказывает, страшные холода и леденящий кровь, звук сирены пережили благодаря взаимовыручке. Вспоминает, когда отец принёс домой мясо убитой лошади, соседи в беде не оставили. Разделили добычу между восьмью семьями большой коммунальной квартиры. Эту конину, несмотря на то, что вот был всё-таки голод, что у нас семья большая такая была, вот это вот сварили на всю квартиру, эту большую квартиру на нашу, и все это ели. Сегодня в Самарской области проживают порядка 500 жителей и защитников Ленинграда. На торжественную встречу смогли прийти лишь около 70. В честь освобождения города от фашистской блокады ученики 175-й школы устроили для гостей праздничный концерт. Юные самарцы показали, важнейшие события Великой Отечественной войны молодёжь помнит и чтит. Тяжёлые чувства, особенно то, когда ты знаешь, какими потери произошли, насколько люди страдали в 40-градусные морозы, получая по 125 грамм хлеба. Это очень тяжело, но, с другой стороны, мы очень горды и очень благодарны тем, кто прожил эту блокаду. Завершилась встреча уроками мужества и посещением школьного музея боевой славы под звучным названием «Самарцы в боях за Ленинград». Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.